Всем привет! Возник такой вопрос. Кстати, вопросы я беру из комментариев, которые вы оставляете и из того, что мы разбираем на консультациях по скайпу и по ватсапу. Итак, вопрос. Как же можно, встретив свое близнецовое пламя, не узнать это, не понять это? Ведь это так ярко, это так очевидно, такие острые ощущения, как можно не чувствовать, как можно не залипать? Да, действительно, что некоторые люди, встречая свое близнецовое пламя, прям очень хорошо это чувствуют, понимают, вспоминают и просто знают, что вот они встретили близнецовое пламя. Но так бывает не всегда. Я бы даже сказал, что это реже так бывает. Я, например, когда встретил свое близнецовое пламя, я не знал, что я встретил близнецовое пламя. При этом, перед этим, несмотря на то, что я формировал намерение, но я этого термина не знал, то есть это было на уровне ощущений, другие формулировки, другие слова и так далее. Но главное не термин, а главная суть, которая за этим стоит. Соответственно, намерение было такое, но уже потом, когда мы встретились и с нами что-то стало странное происходить, мы стали пытаться разобраться, что происходит. Соответственно, вот уже тогда в процессе разобрались, что близнецовые пламена. Но если бы до этого, раньше еще, когда я встретил свою родственную душу, мне бы попалась информация про близнецовые пламена, я запросто бы мог тоже перепутать. Потому что, ну вот, возвращаясь просто, да, вот в то время, в тот опыт и помня, как это что было, я реально понимаю, что, да, я бы считал, что вот это близнецовое пламя, хотя это была родственная душа. Так вот, поэтому бывает очень по-разному. И есть три основные причины, почему это бывает по-разному. И на примерах я вот вам расскажу, чтобы вы тоже не впадали в иллюзии, потому что у меня есть видео там про признаки встречи, как чаще всего бывает. Это да. Но все-таки каждый случай, в нем есть какие-то нюансы, особенности. И поэтому, чтобы более трезво смотреть, важно понимать, что бывает очень по-разному. Итак, первая причина, почему у кого-то встречи, ну вообще какие-то ошеломительные, невероятные, там трясти может и так далее со своим близнецовым пламенем. А у кого-то все может быть гораздо спокойнее. Естественно, это в сравнении, естественно, что с близнецовым пламенем все равно это будет очень ярко, необычно, и что-то будет странное, и цепляющее, и мистическое, и так далее. Но все равно вот в сравнении это может быть очень вообще небо и земля. Почему? Потому что иногда путают близнецовое пламя с тем, когда мы встречаем частичку своей собственной души в другом теле. И некоторые в интернете даже эти идеи уже давно, эта ошибка закралась, ее продвигают, прямо эту идею, что близнецовое пламя это частичка нашей собственной души в другом теле. Но это разные вещи. Близнецовое пламя это не частичка нашей собственной души. Это такая же индивидуальная душа, как и мы. Это у нас только одинаковая светокопия. Но светокопия это маленький как бы фрагмент, если брать всего, вот всей нашей сущности. И соответственно, это наша самая близкая родственная душа, наше близнецовое пламя, с которой у нас программа парного развития. Если вы женщина, то чаще всего близнецовое пламя воплощается в мужском теле. Не всегда, но чаще всего. И соответственно, вот из жизни в жизнь в паре происходят какие-то разыгрывания каких-то сцен, каких-то ситуаций, получения опыта. Вот это взаимное развитие идёт. Но я на эту тему записывал уже много видео, где я подробно с разных сторон об этом рассказывал. Поэтому здесь просто вот обозначили. Вот это близнецовое пламя. Когда мы встречаем частичку нашей собственной души в другом теле, это по-другому. То есть это уже не близнецовое пламя. Это вот смотрите, у нас есть потенциал, 100% нашего потенциала. И душа может воплотить на земле, может в одном и том же пространстве времени на земле воплотиться в 2-3 тела. А может в одно. Чаще всего воплощается в одно. Но иногда может воплотить и в несколько тел свой потенциал. И вот можно встретить частичку своего собственного потенциала в другом теле. Но это гораздо более редкое явление. И вот его путают с близнецовым пламенем из-за этого. И эта встреча может быть ещё более мощная, ошеломительная по эффекту вообще самой встречи. И да, поэтому это путают тоже с близнецовым пламенем. Вторая причина, почему у кого-то может быть очень ярко, у кого-то гораздо менее ярко. Она связана с иллюзиями. И здесь я сейчас буду говорить, ну может о болезненном каком-то моменте. Должны понимать, что в принципе, когда у человека есть какие-то иллюзии относительно ситуации, относительно самого себя. И эти иллюзии начинают рассеиваться. То есть начинается какая-то правда. То человек обычно это вызывает сопротивление. Он это отрицает, что нет, это не так. И те, кто говорят правду, они значит их критикуют и говорят, что всё-всё не так. То есть смотрите, сопротивление возникает, когда есть иллюзии, в которых нам хорошо. И когда кто-то пытается донести правду, возникает сопротивление. Потому что когда вы чётко знаете, когда вы спокойно уверены, то вам не важно, кто что говорит. Вы знаете, что это, это, а вот это, это сопротивления никакого нет. Вы спокойно можете слушать разные точки зрения, разные взгляды, разный опыт. Если вы уже сами чётко знаете, понимаете, что так, вот это, это, вот это, а вот это, это, вот это. Итак, преамбула закончилась. Иллюзия такая, что, например, игра вот в... Я такая совершенная, я такая духовная, я такая гармоничная, у меня всё прекрасно. И тут я встречаю своё близнецовое пламя, и он гад такой, короче, меня выбил из колеи. Всё, короче, пошло наперекосяк и так далее. И, ну, то есть, человека, яркие очень идут ощущения, человека выбивает и так далее. Почему так происходит? Это значит, что был самообман. Потому что когда есть на самом деле внутри баланс, то есть, когда вот, смотрите, когда есть баланс, когда мы, во-первых, знаем себя хорошо, и свои, и светлые стороны, и достоинства, и свои тёмные стороны, и недостатки, какие-то свои тёмные стороны, которые мы не хотели бы, чтобы кто-то другой видел, и даже сами от себя прячем и отрицаем. Некоторые люди всю жизнь живут, критикуют других людей, и на самом деле вытесняют свою тень. Да, они эту тень не проявляют, но она внутри них есть, она сидит им и портит жизнь. И, соответственно, вот это вот, когда мы встречаем близнецовое пламя, если тень не проработана, большинство она не проработана, то это будет очень сильный резонанс. И вот это вот всё правда как бы вскрывается. А если вы в балансе с собой находитесь, даже когда вы встречаете близнецовое пламя, у вас всё будет гораздо-гораздо спокойнее. Потому что если внутри вас баланс, вас не тянет, то есть вы не пытаетесь где-то добрать, потому что внутри вас всё есть, у вас уже всё это есть, у вас баланс. Поэтому вы гораздо спокойнее, на вас не влияет, неважно на каком уровне этапе развития ваше близнецовое пламя, когда вы его встречаете, оно вас ни при каких условиях не выбивает, если у вас настоящий баланс, а не иллюзия. Третья причина, почему у кого-то там признаки вот чуть-чуть такие, у кого-то чуть-чуть такие, у кого-то это всё вот ярко, у кого-то не ярко. Потому что, во-первых, каждая душа обладает своей собственной уникальностью, индивидуальностью, особенностями. Во-вторых, души есть молодые и зрелые, то есть зрелые, которые уже давно отделились от источника, уже очень много раз воплощались, много опыта. Кто-то недавно только отделился от источника, у кого-то вообще первое воплощение, ну именно на земле. И, соответственно, это всё накладывает свой отпечаток на то, как мы чувствуем, переживаем, насколько сильно, ярко, глубоко переживаем такие признаки или такие сильнее при встрече близнецового пламени. При этом ещё очень многое накладывает отпечаток наши тела. То есть, смотрите, вот вы, допустим, думаете о каком-то человеке, и у вас в мозгу формируются нейронные связи. То есть, это не просто какие-то абстрактные мысли, тонкая материя и так далее, а появляется физический субстрат под это, нейронные связи, то есть рельсы физические, соответственно, возникает залипание. То есть, тело обладает определённой устойчивостью. Вот вы понимаете, что разные тела, они имеют разный тип нервной системы, соответственно, люди очень по-разному чувствуют. Кто-то в своём теле как в танке живёт, кто-то очень-очень сильно чувствителен. То есть, поэтому это всё может переживаться очень и очень по-разному. Некоторым картинки в голову лезут навязчиво. Тоже особенности тела очень часто это дают, потому что вы там прирождённый экстрасенс, вы об этом не знаете, у вас встреча с близнецом или с кем-то, с кого вы встретили, запустила вот этот вот процесс, но вы им не управляете, соответственно, он вам только мешает. Но это не у всех так, и у многих вообще не так, и этого нету. Просто потому что у них тело накладывает определённый отпечаток, определённые особенности. Плюс кто-то легче ясно слышит, кто-то легче ясно видит, у кого-то вообще, кто-то вообще про другое. Плюс каналы могут быть засорены. То есть, ну вот смотрите, вот идея о том, что все способности доступны для всех, и вот все могут быть любыми там и так далее. То есть, ну это очень абстрактно. Вот смотрите, вот у меня вот конкретное тело, и у вас конкретные вот тела. И они накладывают конкретные прям суперособенности. Поэтому что-то, что вот мне даётся легко, другой человек может 10 лет в этом упражняться, тренироваться, и он всё равно не дотянет. А что-то, что мне даётся тяжело, и я, может быть, очень этим стараюсь как-то развивать, у другого на раз ему не нужно вообще. Потому что тело уже имеет определённые особенности. Плюс каналы могут быть засорены. То есть, ну вот какие-то события травмирующие, прошлых жизней, метафорично выражаясь, то есть, вам вбили кол вот в эту чакру сердечную, да, или в детстве какие-то были травмирующие ситуации. То есть, вы же понимаете, что вы тело уже, которое воплотились, оно уже имеет потенциал, вот это родовое наследие, генетическое наследие. То есть, соответственно, вы воплощаетесь телом, берёте и сразу же для его какие-то травмы, непроработки уже этого тела. И плюс это потом наслаивается всё с опытом на вашу душу. Для того, чтобы было над чем развиваться. Потому что если бы вы были сразу, рождались совершенно и в совершенном теле, ну вообще бессмысленная игра. Соответственно, если у вас кол вот в сердечной чакре, то у вас душевной тяги не будет вообще никому. То есть, вы родных душ будете жить и думать, что нет родных душ в мире. Я ничего не чувствую. Мне вообще всё через голову идёт, всё очень никому тяги не возникает, потому что там блокировки, здесь блокировки, здесь могут быть блокировки. Да, близнецовое пламя чаще всего эти колышки достает, но не всегда может и не достать. Но чаще всего, так как у нас чакр много, вот эта сенсорная система очень разнообразна, то через что-нибудь вы поймёте. То есть, поэтому у кого-то кто-то там, не знаю, через близость как-то уловит, кто-то уловит через любовь, через душевные какие-то, кто-то через общение. То есть, я вот чакры вам показываю. У кого-то там вот это будет картинки, видение прошлого, будущего. У кого-то кто-то просто будет знать и всё. То есть, вот он в зависимости от того, через какие чакры вообще от этой энергетики удалось пробраться и изначально насколько там засорены или не засорены эти каналы. И потому вот из практики я вам рассказываю, какие ситуации бывают, что люди, девушка, да, она выходит за своё близнецовое пламя замуж, но не знает, что это её близнецовое пламя, и они вместе живут, и есть ребёнок, а потом они всё равно, не пройдя какие-то уроки, расходятся, и потом только через какое-то время начинает доходить там информация, осознание, что это было близнецовое пламя. И бывает ещё, что близнецовое пламя кто-то встречает во более взрослом возрасте, а кто-то встречает в 17-20 лет, и соответственно, это тоже, ну вот у человека нет ещё опыта, у него вот влюблённость, любовь, он не с чем сравнить, но он думает, это нормально, это просто так вот, ну вот, это нормально, это типа любовь, вот она такая. А это, нет, это нечто особенное, но чтобы это понять, когда нету опыта, с чем сравнить, то можно не разобраться. Сейчас на планете повышаются вибрации, поэтому, если вот кто-то, кому сейчас под 40 или 50, в молодости когда-то встретил своё близнецовое пламя, это было совсем по-другому. Было не тот уровень осознанности, был не тот уровень восприятия, не тот уровень вибраций, то есть, соответственно, резонансы были другие. Если сейчас встретить близнецовое пламя, то есть, если бы вы, вот эта встреча произошла не тогда в молодости, а сейчас, ощущения были бы уже другие, потому что вот эти вибрации, которые повышаются, они влияют на то, что люди всё острее чувствуют, становятся более чувствительные, ну вообще все. Ну а также, конечно, надо понимать, что да, мужчины здесь более, ну такие, менее восприимчивые, женщины более восприимчивые, но тоже это незакон. Иногда и женщина может быть дуб-дубом, а мужчина может быть чувствительной. То есть, тут каждый случай чем-то уникален. Итак, пожелания. Не буду желать, как обычно, просто счастья, любви там и всего такого, а желаю, чтобы вы себя познали, приняли, полюбили, пришли в баланс, в гармонии с самими собой, и тогда вот это вот счастье, любовь, гармоничные отношения, всё будет само собой. Субтитры создавал DimaTorzok